Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 21 июля, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Так, вчера отработалась часть торговой идеи по доллар-канадцу и сегодня возможно будет продолжение в третьей волне в рамках большой трехволновки и малой. Очень интересная конструкция, мы с вами обсудим ее на графике. Поехали! Итак, перед вами самый что ни на есть настоящий метатрейдер 4, котировочки золота, которые пошли в коррекцию после захвата площадки 1985 долларов за тройскую консу. Здесь у нас ложный пробойчик, откат. Напоминаю, что тенденция, которую мы наблюдаем, она является бычей до тех пор, пока рынок не закрепится ниже ближайшего минимума 1944. Вот, в этой зоне еще игроки могут работать на повышение. В рамках системы охоты за стопами я здесь пока не вижу никаких торговых сигналов. Внутренние бары, откаты, все это может просто быть какими-то шартовыми коррекциями на росте этого инструмента. То есть, торговых идей по золоту на сегодняшний день у меня нет. Да, многие сейчас увидят вот этот зеркальный уровень, тупо будет от него покупать, стопиться за минимум. В принципе, они правы, отрабатывая тенденцию бычую, как было, собственно, не раз. Но здесь такая рентабельность не особая, поэтому с точки зрения сломов я здесь пока ничего любопытного не вижу. Но вчера я давал торговую идею в чате у нас закрытом именно на захват вот этой после удара вниз. Откат, то есть новости, откат, удар в слом и обновление вот этого минимума. Очень классная такая четкая ситуация. Возможно, вы в ней участвовали. Обычная БЦ и заход именно от слома, что было довольно технично. Евро, доллар. Вчера я давал идею купить еврик, и он не пошел. И меня не выбило по стопу, потому что вчера выходили новости в 15.30, и они вышли мне в нашу пользу. Вот, то есть вышли новости сильные, и просто после новостей я закрыл позицию по причине... Блин, я стер сделочку, да? Вот, то есть идея была купить, купить от вот этого слома. Давайте покажу, то есть, ну, на минутку буду показывать, просто чтобы вы понимали. Подход к нему был раз, здесь подтверждение слома два, перехадчик, но уперлись вот в этот слом, вот, и так его и не прошли. Потом оказали давление на уровень, ушли вниз, вот, и вот здесь вот, вот в этой свече, вот в этой именно вышла новость. То есть я увидел вот эту новость, вот эту вот, и видел, что рядом у нас уровень вот этот, вот этот, да? И после выхода сильные новости просто закрыл позицию вот здесь вот, и, собственно, убыток, ну, я покупал уже ниже зоны вот здесь, ближе к Америке, составил около, чуть больше, чем 100 пунктов по пятому знаку, и не дождался обновления лоев, потому что, ну, понятно было, что новости не в кассу, и общая тенденция была на понижение, сломы все шартовые, здесь было давление, рынок закрепился уже под пробитым уровнем, и оставались только стопы покупателей под минимум вчерашнего дня. Если вы понимаете половину слов, о которых я говорю, поставьте лайк под этим видео, это позволило сэкономить на стопе в 2-3 раза менее того, что могло было бы быть при удержании полного стопа до пробоя минимума от вот этого слома. Ну, в общем и целом, ситуация очень четко читалась, я думаю, что вы в нее не вляпались. Что касается доллар канадца, вчера, вчера я давал идею прикупиться канадцам вот по такой вот старой древнерусской схеме, купить его от слома на 4, и попытаться удержать повыше, повыше. Что получилось? Получилось, в принципе, получилось, а, ну это, собственно, было две цели, да, у нас, по-моему, а я один скрин давал, да, это я в закрытый чат давал больше скринов, там было три цели, три цели, и вчера захватили одну цель, вот эту первую, то есть вершину 19 июля, то есть паза вчерашнего дня. Вот, вторую цель я не стал выкладывать в статье, это вот этот слом, ну, третья цель, собственно, обновление вот этого хая. Очень классный вот здесь был заход, вот, можно было зайти либо на Европе, либо на Америке, неважно, прошла инициатива, и сегодня я сделал предположение о том, что инициатива, которая прошла вчера от вот этого слома, да, 14 июля, она подтверждается зарождением новой трехволновой структуры, но меньшего масштаба. Давайте покажу, чтобы не рисовать мне. Вот она, эта структура, то есть вот он большой слом, вот он малый слом, получается большая АБЦ, и внутри маленькая АБЦ, и мы, как бы, можем слегка подрасти. И пока бьемся об этот уровень, надеюсь, надеюсь, пробьемся. Первая цель, естественно, обновление вчерашнего дня, вторая цель, тест слома, который происходил 18 июля, но если бог даст, уже обновление от 18 вот этой цели. Примерно так, вы, конечно, можете растянуть расширение покойного Антонио Фибоначчи на все вот это безобразие, увидеть полтосик, кстати, на котором мы сейчас стоим, увидеть расширение 161, кстати, которое соответствует слому, от которого я хотел купить, но докуда мы не дошли. Или это, кстати, будет следующая цель, обратите внимание, вот эта трехволновка, у нее 161 Фиба, она находится как раз на вот этом сломе. Ну, может, вы скажете, совпадение, я скажу, не думаю, да, мы все посмеемся, и перейдем к фунт-доллару. Фунт-доллар резко подрухнул, ну, он любитель такое делать, инструмент волатильный, упал на зеркало, вот те, кто набирал шорты, кстати, на зеркале могут выйти. Что мне хотелось? Мне хотелось продать от слома, вот, но этого теста не дали, я хотел вот так сделать, но не дотянулись, то есть, жидкие, жидкие маркетмейкеры не дотянулись до правильного слома, поэтому я ничего не делаю. Сейчас я читаю много сообщений в чате, в обоих чатах о том, что типа пора покупать фунт, с чего, с чего вы собирались покупать фунт, потому что он откатил, ну и что, а где, какие риски. То есть, только, только инструмент дошел до какого-то более-менее вменяемого технически, технически грамотного уровня, и народ резко начинает покупать. Я думаю, еще и вынесут этих покупателей еще и не раз. Так, идем дальше. Доллар иена, доллар иена семимильными шагами растягивает свои котировочки в очередной тузимон, ну вот, и здесь я в некотором замешательстве слабость иены, конечно, поражает, поражает, но и шортовые проделки тоже есть. Вспоминая вообще все японские тренды, самыми более-менее адекватными трендами этого сезона, это был вот этот слом и подтверждение его на вот тут и дальше. Собственно, вот часть этих движений мы брали, по-моему, даже и вот здесь, и ниже мы еще покупали. Ну, в общем, такие вот классные были сломы, но они, в принципе, лонговые сломы, они все такие, знаете, вялотекущие, вялотекущие, а шортовые прям резки валятся, просто там в один день все улетает нафиг. Поэтому, поэтому, мне нравится, нравится лонговые, потому что есть время зайти, а вот шортовые летят просто как ракета. Итак, что мы имеем по доллару иене, берем 4-часовой таймфрейм, видим два слома, два слома, один был, ну, такой странный, но все-таки он прошел вот в этой зоне, второй, следующий у нас вот здесь. Если хотите поиграть от них, надо просто дождаться тестов, пока рынок между сломами не трогаем. Доллар, франк, прям дал такого лонгового дрозда, напоминаю, что те, кто набирал сетку покупок, выход с тейк профитами, да, друзья мои, старое доброе слово, на котировочке 0.87500, то есть только полпути прошли на укрепление американского доллара, я надеюсь, локально. Австралиец, австралиец, очень любопытно, вчера натворил делов, ну, вот я наблюдал и с канадцем, и даже немножко, немножко участвовал, но сбросился. Напоминаю, что большая лонговая торговая идея по ауди-доллару существует, друзья мои, существует, и как существует и площадка на уровне, на круглом уровне 0.60, дай бог зрения, 9, куда инструмент должен непременно дотянуться. Итак, как нам на этом заработать? Заработать нам можно двумя способами, либо просто тупо купить от текущих цен, натянув расширение покойного Антонио на величину последнего импульса, и увидите, кстати, что мы сейчас стоим аккурат в полтосике, в полтосике по его же собственной фибоначи, там, скажем так. Соответственно, если вы хотите просто так здесь сейчас купить, то ваши риски должны быть вот здесь, то есть полторы тысячи пунктов, что соответствует полутора тысячам долларов, либо пятнадцатью, либо полутора миллионами, как вы обычно любите. И с таким же, собственно, тейк профитом вы можете эти позиции удерживать, а то и дальше. То есть, этот рост, он вписывается в рамках вот этой лонговой структуры, у которой должна вторая вершина быть как бы чуть-чуть выше, да? То есть, у нас хая пошли на повышение, лая вернее, лая, а хая еще нет. Такая пружинка, которая должна бахнуть. Вы, конечно, скажете, что рисковать подобным количеством пунктов относительно указанного мной, количество целевых пунктов не очень выгодно, и я с вами, друзья мои, соглашусь. На это у нас есть и теория сломов, которая позволяет нам сократить убытки и максимизировать прибыль. То есть, есть слом, который у нас проходил в начале этого месяца. Если котировочки подвалят, подвалят, да, в эту зону, то здесь уже, если вы будете покупать, то при рисках уже в 1000 у вас тейк профит будет 2000, что довольно-таки лучше предыдущего значения. А если вы амбициозный трейдер, то можете дотянуться и до 161 расширения, но я в этом сомневаюсь. Соответственно, в этой зоне и стоит подыскивать лонговые потуги. В этой зоне, кстати, вы не обязательно можете просто купить на всю котлету, как вы обычно делаете, а, допустим, понизить таймфрейм и, допустим, на пятнашках изобрести там какой-нибудь входик в лонги. В любом случае, эта зона правильная, интересная и рентабельная. Так, что касается канадца франка. Напоминаю, что, начиная с доллара франка, давайте лучше, а, уже о нем было, мы обсуждаем идеи в рамках сеточного метода торговли, то есть работаем по красам, по красам сетками на больших таймфреймах после пробоя различных ключевых экстремумов квартальных либо годовых. Напоминаю, что канадец франк жестко давит на лоя текущего года, не потому что канадец такая ценная валюта в Канаде, да, потому что франк укрепляется, вот, и вот этот укрепляющийся франк наклоняет котировки этого инструмента все ниже и ниже и ниже. Так вот, после пробоя минимума текущего года, я думаю, можно присмотреться к лонгам в рамках сеток, набрать здесь его шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Канадец иена. Слабость иены выталкивает инструмент, как пробку из шампанского, и везде, где есть иена, везде все перетянутся, и франк тоже. Естественно, самым растянутым будет франк иена, но канадец иена тоже любопытный инструмент, который оставил тут двойную, тройную вершину, вот, и после пробоя, который можно прям-таки, прям-таки неплохо подзашвартюкать, но опять же здесь есть иена, поэтому после пробоя котировочки 110-500 шаг должен быть не менее 1000 пунктов, особенно если вы торчите во франке иене, который сегодня прям мощного долодразда лонгового, вот, но, возможно, это уже кульминация движения, и мы можем рассчитывать на существенный откатик. Австралиец-канадец подваливает вниз, и у нас есть план на повышение, только внизу по этому инструменту не пропустите. Новозелайнер-канадец тоже падает, видно, что прям канадский доллар что-то пошел в атаку, но это не так важно, по большому счету у нас планы не меняются, зоны рентабельных заходов в сеточный методом торговли показаны магическими, естественно, прямоугольниками у меня на графике. Новозеландец-франк, друзья мои, тоже валит, опять же, потому что он укрепляется в франк, и этот инструмент, если вы присмотритесь, опять готов пробить минимум текущего года, если вы еще не вляпались во франк в других инструментах, вы можете это сделать через Новозеландец-франк, первой целью фиксации прибыли, если такая вообще будет, должен быть уровень 0.54.400. это шаг набора не менее 500 пунктов по пятому знаку, австралийский Новозеландец подрастает, будем ловить его в шорты в этой зоне. Нефтяночка, нефтяночка бахает, бахает в ту зиму, вчера прям очень четко погуляла между сломами, то есть один слом, другой слом, жестко удержала лонговый слом, прошла склейки контрактов, чуть подвыросли, опасно, опасно здесь шортить, на мой взгляд, потому что удержали нижний слом, прям четко, четко, вот я хотя бы стоял в шортах, вышел человек без убыт, вот эта зона тестируется уже второй раз, вот, и это похоже на давление, может закончиться пробоем. Так, биткоин, биткоин болтается внизу, пробой лоев вроде как и был, вот, но возможно будет еще дожимать, видно прям мощное поглощение, торговых идеей пока нет. Кэти Вуд подтвердила свои целевые показатели по биткоину на уровне полутора миллионов долларов за монетку, которую вы никогда не поддержите, напишите, что вы думаете про эти вудовские сказки. Так, посмотрим, что у нас по доллар-рублю сегодня, повысили ставку на полпроцента, вот, и рынок в принципе никак не отреагировал, болтается никому, он по этой цене не нужен. Так, что касается американской фанды, прошла небольшая коррекция по S&P, прошла по NASDAQ тоже, прям такие вот корректосики, меня очень волнует, эта зона удержится, либо нет, и я тогда буду понимать, работает, либо нет, все-таки метод сломов на фонде, то, что я вижу, раньше неплохо, неплохо отрабатывалось. Так, что касается индекса бакса, бакс пошел в гору, это видно, он стоит за соточку, и все бакса-скептики резко замолчали на Блумбергах, вот, но умолкаю по этому инструменту и я, ибо торговых идей по нему нет, нет, потому что нет таких площадок, как вы помните, я продвигаю систему только охота за стопами. Так, еврокадик, обратите внимание, как грамотно, грамотно отработал свой слом, меня прям радует этот инструмент, очень-очень любопытно он работает, но впереди уже другой, и там может быть разворот. Так, что касается еврофранка, после захвата ликвидности с минимума текущего года, продолжает валить вниз, однозначно франк давит, и я думаю, что тенденция пока продолжится, зона наших интересов, показанная сверху и снизу, пока инструмент сюда не дошел. Так, в принципе все, давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Так, инстафорекс, 20 число, кто-то вот здесь, так, по золоту, уже на дневном графике слом восходящие тенденции, наш 4 получается коррекция дальше падения. Непонятно, непонятно, может я что-то пропустил. методов анализа, друзья мои, великое множество. Слом, вы считаете, что вот это слом, или вот это слом, непонятно. Если вот этот, этот слом, ну, быстрый, да, быстрый, здесь есть сломчик, вот здесь, ну, ну, не знаю, не знаю, то есть в общей тенденции, в общем-то, у нас бычья, то есть нарушения нет, то есть, грубо говоря, если мы вырастим отсюда, к примеру, вот отсюда вырастим, то вообще никто не удивится, что произошло. Скажут, все, там рынок упал на поддержку, сопротивление, вырос, и все классно. Вот, поэтому я пока здесь, два движения мы угадали, вот, по этому инструменту. Опять же, все они были связаны с охотой за стопами, сейчас охоты нет, незачем охотиться. AlexBet, доброго денечка, площадки по битку нужно смотреть на Binance, на самой ликвидной бирже. Площадка 29500, не пробита на споте, пробитие было на бессрочных фьючах, а на других ликвидной биржах. И стопа, площадка тоже оставлена. Ну, вот видите, крипто, крипто, троедунята сигналят нам о том, что площадка оставлена, и значит, еще биток будет снижаться, биток будет снижаться, значит, доллар будет укрепляться. Ну, скажем так, непонятно, где какая причина, следственная связь, но в общем и целом, я, ну, не против, пусть падает. Если площадки есть, на биржах, то, да, на вне биржах, вроде как, что-то уже попробивалось. Ну, наша задача, как бы, вовремя от take profits, те, кто от take profiles, те уже, наверное, денежки тратят. Добрый вечер, Андрей. Если депо больше 1000 долларов, без свопа, плюс мультиспред, нифига себе, оптовик, напоминаю, что в рамках партнерской программы моей с инстафорекс, доступны два вида особых торговых условий. Особые условия номер 1, это счета без начисления свопов, бессрочно, не так, как две недели сейчас, после открытия счета, у вас не накапливается и не списывается свопы, вот, а именно бессрочно, и это доступно счетам от 500 долларов. Не мультиспред, а ультраспред доступен от 1000 долларов при пополнении счета по моей партнерской ссылке и там нужно со мной связаться, проверить, чтобы счет не был привязан к другим партнерам и так далее. Но в любом случае, без своп от 500, ультраспред от 1000. Вместе эти две радости не работают, даже если вы заведете сюда 100 тысяч долларов. То есть, это работает на отдельных счетах. То есть, хотите и то, и другое, заводите два счета и относительно этих лимитов пополняете и торгуете. Вот это, кстати, и удобно, потому что там на ультраспреде вы там гоняете евре, к примеру, внутри дня, а на счетах без начления свопов держите сетки там, не знаю, месяцами, неделями, годами, к примеру, бесплатно. Это на самом деле удобно. это не я придумал, так просто технически получилось, что объединить эти две плюшки нельзя. Так, Смольный, нифига себе, на площадку по злу забрали наконец-то, так уже давно. Какая у вас версия МТ на экране? МТ-4 у меня, потому что я из Советского Союза. Так, как относится к акциям Google? Они очень просели, Google. Так, кто-то говорит, что вчера писал комментарий, сегодня удалили. Это может делать, кстати, YouTube. Я такое видел не раз. Если вы хотите что-то у меня спросить прям конкретное, может быть даже секретное, пишите в Telegram-чат, который сверху находится в описании. Так, что касается гуглов. Давайте глянем, что там с гуглами. Окно, новое окно. Так, это у нас токсы, буква Г. Гуглы. Гуглы просели. Да, гуглы просели. Шаблончик. Так, что тут любопытного? ну и вы что, вы предлагаете купить по 119 и выйти по 130? Ну, не знаю. На мой взгляд, как бы, чтобы сетями набирать, ну, так себе. что-то, что-то прям интересного тоже не вижу. Если вы считаете, что вот эта инициатива, вот это, это откат, и сейчас пойдет третья волна, то цены хорошие. то есть, при стопе, там, в, сколько, там, 4 бакса, тейк, к примеру, 10, может быть, может, но я не знаю, как этот инструмент вообще ходит, обходит от импульсов. Ну, вроде ходит, то есть, вот импульс, откат, тест основания импульса и уходит дальше. Вот, вот здесь была прикольная ситуация, кстати, пропустили, но хотя она так тоже кривая немного, видите, бились, 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 и ушли в космос. Ну, если это трешка и вам не жалко 4 доллара за 10, то можете попробовать. На этом, на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока.